добрый день уважаемый зритель московское время 16 часов начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валютных курсов с вами эдуард сунгатуллин я жду ваши реакции ваши плюсики будут говорить о том что трансляция идет нормально я жду когда вы отреагируете и так вижу что все хорошо давайте начнем как обычно с просмотра макроэкономической статистики что нас с вами ожидает и что сегодня выходило и так сегодня был пасхальный понедельник практически все католические страны сегодня отдыхают но будут кое-какие новости по америке и в частности помимо этого еще и рано утром 8 часов выходили данные по японии индекс опережающих индикаторов который оказался лучше прогнозного значения и лучше чем предыдущий отчетный период а вот совпадающие индикаторы к сожалению показали отрицательную динамику по отношению к предыдущему отчетному периоду в 15.30 было выступление уильяма дадли о котором я чуть позже я его коснусь немножечко мы с вами поговорим а пока что меня заинтересовала вот здесь одна статья которая была в новостях относительно банка японии там статья называлась центральной банке проблемы с которыми сталкивается банк японии вот здесь был кое-что интересное вам сейчас зачитаю что-то расскажу со своими словами и так там напишем что в течение целого ряда месяцев руководители банка японии не придавали особого значения резкому падению инфляции потребительских цен и они настаивали на том что это временное явление оно вызвано исключительно падениями цен на нефть таким образом центральные банки продолжали ожидать резкого восстановления индекса cpi позднее в этом году и банк японии заявил о том что снизу снижавшиеся цены на нефть будут даже способствовать достижению целевого уровня инфляции в 2 процента к следующей весне так как у компании и потребителей появится свободное средство что свою очередь будет стимулировать увеличение расходов и рост экономики далее тем не менее до настоящего времени почти нет никаких признаков того что снижение цен на нефть приводит к ускорению темпов экономического роста и экономической активности более того слабы данные по инфляции которые замедлились до 0 процентов феврале и возможно даже переместиться на негативную территорию в этой весной что могут быть следствием более медленных чем ожидалось темп роста экономики а также дефолюционного разрыва между реальным и потенциальным ростом экономики они результатом цен падения на нефть так вот собственно вся эта статья кодится сводится к тому что мы с вами в последнее время говорили что банк японии и частности господин курода говорили что инфляция которой сейчас достаточно низкая это обусловлено просто простым падением цен на нефть и вот этой как раз самой статьей идет по сути дела опровержение что вполне возможно дела обстоят гораздо хуже и все не так призрачно как казалось поначалу центральному банку японии более того были пересмотрены некоторые прогнозы относительно ввп и там дальнейшего снижения возможно даже темпов роста развития экономики японии далее у нас выступал уильям дадли член федеральной резервной системы сша и вот интересными были его там много было достаточно заявлений но в частности он сказал что сроки повышения ставок зависит от данных и является неопределенными по своей природе даже после начала повышения ставок денежно-кредитная политика останется мягкой представьте себе на ставки был повышать а при этом кредитно-денежная политика будет оставаться мягкой и траектория последующий по последующих повышения ставок вероятно будет низкой то есть резкого повышения не ожидается ну нужно сказать что этими словами он как бы пытается смягчить волатильность который может возрасти на фоне того что развивающие событий для кого из вас не секрет что в пятницу выходили данные по рынку труда не оказались очень слабыми практически вдвое оказались данные по рынку труда хуже чем ожидалось и вот на этих данных американский доллар потерял свои позиции сдал практически ко всем основным мировым валютам и вот свете того сейчас в общем-то большая дилемма что же будет с процентными ставками как поведет себя федеральная резервная система и вот слова уильяма дадли они как бы призваны послужить тем чтобы избежать чрезмерной волатильности чтобы события развивались достаточно по мягкому сценарию вот а из того что нас сегодня с вами ожидает в 17 часов через час это индекс условий на рынке труда и индекс деловой активности в сфере услуг вот ключевым как раз является деловая активность сфере услуг в 17.00 вот и здесь мы с вами видим снижение было 56.9 в предыдущем отчетном периоде теперь ожидают 56.5 если это действительно так то это тоже может негативно сказаться на стоимости американской валюты и те процессы которые происходили в пятницу они могут продолжиться еще и сегодня если действительно данные окажутся окажутся не очень хорошим я жду вашей реакции что неясно что непонятно по макроэкономической статистике отреагируйте пожалуйста если у вас есть вопросы обязательно напишите слово есть затем задавайте свой вопрос если вопросов нет поставьте плюсик это будет означать что все ясно все понятно и мы с вами пойдем дальше посмотрим как ситуация развивается с технической точки зрения ну и поскольку вопросов нет я вижу только одни плюсики так давайте смотрим с вами технику поначалу раньше мы бы с вами обязательно посмотрели фьючерс на индекс американского доллара но к сожалению сейчас котировки этого финансового инструмента не идут и мы не можем с вами посмотреть как же он себя ведет хотя здесь мы с вами видели большую большую черную свечку да и совершенно однозначно но увы и ах это мы с вами наблюдать не можем но ничего страшного будем смотреть шестерку мажорных валютных пар которые составляют это индекс американского доллара и начинаем с ряды обратных котировок как обычно начинаем с пары евро доллар смотрим недельный график как у нас закрылась неделя неделя была белая свечка после вот таких резких шипов вверх и по сути дела сейчас подход практически к старому уровню 11 который мы с вами здесь наблюдали этот уровень находится чуть ниже уровня fibonacci 61 и 8 если же смотреть формализованно что мы здесь с вами наблюдаем тренд нисходящий фазе отката здесь тренд восходящий но посмотрите если события будут развиваться подобным образом то уже завтра у нас с вами будет день покупок сегодня еще день совершенно нейтральный никаких сделать мы не должны совершать но вот поскольку завтра у нас во второй половине дня состоится наше задание занятие немножко забегая вперед давайте посмотрим что же вам нужно будет сделать итак здесь нужно будет провести трендовую линию восходящую давайте посмотрим как это можно будет сделать ну во первых если проводить через вершинки донышки у нас практически идеальный получается вот эта линия то есть строим по вершинкам донышком способ построение будет вполне себе очень даже корректный так сейчас одну секундочку сейчас 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 не переживайте все сделаем наилучшем виде и так здесь донышко и здесь тоже донышко вот таким вот образом ну и соответственно откладываем величину ценового канала вверх вот таким вот образом что мы здесь с вами наблюдаем это будет уже на завтрашний день здесь конечно же нужно будет ждать волна отлива когда отлив закончится на начале формирования новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку вы определите когда наступит момент входа после чего нужно будет это все будет завтра повторяю не сегодня открыть часовой фрейм еще подождать консолидации отложенный приказ by stop определите точку выхода где будете выходить стоп лоссом вот и в качестве цели но уровень 100 1001 111 он такой достаточно условный цену его практически уже достигали да поэтому здесь в качестве цели рекомендую ориентироваться на 61 уровень фибоначчи в абсолютных значениях это у нас с вами будет давайте посмотрим 1.12 ровно 1.12 ровно то есть на фигуру выше расположена будет цель но повторяю все это будет завтра но дальше в качестве бонуса там есть еще верхней границы ценового канала но об этом мы с вами поговорим уже завтра уже не сегодня и так повторяю сегодня по евро доллару ситуация совершенно нейтральная здесь тренд все еще остается остается нисходящим хоть и в фазе отката а здесь тренд восходящий поскольку индикаторы другому противоречат на сегодняшний день мы пока что в сделку не входим а вот завтра у нас уже будет день покупок теперь смотрим следующую валютную пару британский фунт который стерлингов смотрим недельный график неделя закрылась большим шипом вниз какой-то новой входящей информации мы не получили цены практически закрылись на уровне фибоначчи 61.8 только сейчас вот пытаются пробить выше то есть закрытие выше уровня 61.8 пока что не произошло на недельном графике теперь смотрим формализовано что у нас здесь есть с точки зрения консервативной трендовой торговой системы один индикатор из связки двух скользящих средних говорит что сейчас тренд нисходящий фазе отката здесь же тренд восходящий индикаторы друг другу противоречат причем противоречит в прямую сегодня никакой торговли сделок мы с вами не совершаем ситуация нейтральная сидим на заборе курим бамбук сделки не совершаем еще раз повторяю никакой торговли и только наблюдаем в качестве пассивных наблюдателей за тем что происходит по этой валютной паре смотрим следующую валютную пару австралийский доллар к американскому что здесь у нас с вами тренд нисходящий фазе импульса здесь в фазе отката то есть получается что ситуация тоже не торговая а на неделе картинка выглядит следующим образом у нас шипов на неделе вниз и цены практически достигали уровне 075 там осталось практически ну несколько пипсов так называемый факт плюс-минус трамвайная остановка совсем себе ничего повторюсь что сегодня ситуация нейтральная и по этой валютной паре никаких сделок мы с вами не совершенно не совершаем поскольку мы закончили весь анализ по всей триаде обратных котировок просто обязан задать вам вопрос что неясно что непонятно какие у вас будут вопросы отреагируйте пожалуйста если есть вопросы нужно писать слово есть затем сформулировать свой вопросик написать если же вопросов нет то ставим плюсик это означает что вопросов нет нужно идти дальше поскольку вопросов нет смотрим следующие валютные пары смотрим триаду прямых котировок и как обычно начинаем с пары доллар к японской иене что у нас здесь во первых смотрим недельный график на неделе шип вверх у нас закончился финансовый год уже начало финансового года но пока что никаких серьезных подвижек мы с вами по этой валютной паре не наблюдаем движение было только на нон фармах но это рынок был очень очень тонкий на тонком рынке было движение небольшое вниз и вот сейчас мы с вами наблюдаем вот эту самую дневную свечку которая была в течение пятничной сессии которые повторюсь было на тонком рынке и сейчас ситуация выглядит следующим образом тренд нисходящей фазе импульса то же самое подтверждает индикатору sma и у нас сегодня с вами день продаж направление сделки четко известно нет никаких отягчающих вино обстоятельств в виде диверов поэтому поскольку сегодня продажи открываем внутреннюю структуру что мы с вами наблюдаем идет отлив дожидаемся когда закончится волна отлива и на формировании новой приливной волны по сигналу осциллятора в продажу мы с вами определим когда же наступит момент входа по этой валютной паре для этого должен быть четкий сформированный сигнал осциллятора в продажу он должен быть закреплен той самой свечкой на которой это сигнал возникнет то есть он не должен отмениться той свечой на которой вы этот сигнал увидите свечка повторяю обязательно должна быть закрыта и вот если этот сигнал прозвучит вы поймете да что вот он момент когда нужно пытаться предпринимать какие-то действия дальше ну что это значит это не значит что нужно будет сразу бросаться и оголтел и начинать продавать по текущим ценам нужно будет обязательно открыть часовой таймфрейм и подождать узко-волатильного бокового движения. И вот когда цены пойдут вбок, когда будет консолидация, то в этом случае вы ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где вы будете выходить, стоп-лоссом, и в качестве цели определяем движение к нижней границе ценового канала, смотрим, 117 иен и еще 67 за один американский доллар. Записываем. 117 иен и еще 67 за один американский доллар. Это ценовой ориентир. Ну а в качестве бонуса можно рассматривать движение к нижней границе. При диапазонной торговле к серединке средней трети это 116 иен и еще 97 за один американский доллар, но это уже будет только, повторяю, в качестве бонуса. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если есть вопросы, обязательно напишите слово «Есть», затем свой вопросик задавайте. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, это означает, что все ясно, все понятно. И можно идти дальше, смотреть следующий финансовый инструмент. Я жду, когда вы отреагируете. Поскольку я не вижу слов «Есть», это означает, что, видимо, все ясно, все понятно. Идем с вами дальше. Дальше смотрим следующую валютную пару. Доллар к швейцарскому франку. Тренд нисходящей фазе импульса. Давайте сначала неделю посмотрим, хотя здесь неделю смотреть это практически. Вот на неделе мы смотрели, что цены достигали практически тех уровней, на которых они были. И это можно рассматривать как некое дальнейшее направление движения. Вот сейчас цены идут вниз, практически приближаются к уровню Fibonacci к 50%. Формализованная ситуация выглядит следующим образом. Тренд нисходящей фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор SMA. У нас по этой валютной паре сегодня день продаж. Направление сделки совершенно четко известно. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Что у нас здесь? Идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится. И на начале формирования новой проливной волны по сигналу осциллятора в продажу определяем, когда наступает момент входа. Вот смотрите, на этой свечке еще никакого сигнала нет. Давайте вам покажу. Если мы берем последнюю закрытую свечку, то вот как выглядит ситуация. Еще никакого сигнала нет. А эта свеча не закрыта. Если свеча пойдет вверх, то никакого сигнала здесь в помине даже не будет. Его сейчас-то нет еще. Посмотрите, здесь все-все-все абсолютно дергается. Поэтому повторяю, сигнал должен быть сформирован и зафиксирован. Только тогда вы поймете, когда же наступит момент входа. Пока что все еще идет отлив. Итак, дожидаемся окончания отлива. И на начале формирования проливной волны сигнал осциллятора в продажу говорит о том, когда же наступит момент входа. После чего часовой фрейм и еще и обязательная консолидация. Если все срастается, а консолидация – это примерно вот такие вот боковые движения, когда все идет вот так примерно вбок. Если все срастается, ставите отложенный приказ сел-стоп, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом в качестве цели. Вначале рассматриваем 50-процентный уровень Фибоначчи. Для квалификации своей сделки мы соответствуем правилам управления капиталом. Записываем 0.9390. 0.9390. И границы ценового канала движений вниз 0.9255. 0.9255. Вот примерно такой расклад, примерно такая ситуация по швейцарской валюте. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Вопросов нет. Идем с вами дальше. Смотрим следующую валютную пару. Доллар-канадцу. Смотрим недельный график. Шипованная свечка вверх. И вот видим что-то подобие диапазона. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на дейли-фрейме. Тренд нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор SMA. Итак, сегодня здесь день продаж. Открываем четырехчасовой таймфрейм. Смотрим, что здесь происходит. Значит, нам понадобится следующая вещь. Должны будем провести трендовую линию. Вот примерно таким вот образом. Итак, откладываем вниз границу ценового канала. Смотрим, что будет внизу. Вот примерно такую же ширину я откладываю. Даже делаю чуть поменьше. Но в любом случае, поначалу мы смотрим движение только с вами Курми Фибоначчи 76,4. Так, теперь смотрим, что происходит здесь. Здесь идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится. И на начале формирования приливной волны по сигналу осциллятора в продажу определяем, когда же наступит момент входа. Когда момент входа наступает, открываем часовой фрейм и ждем консолидации. Только в том случае, если все-все-все срастается. То есть будет четкий сформированный сигнал осциллятора в продажу. После этого на часовом фрейме будет консолидация. Отложенный приказ Cell Stop. Определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. И в качестве цели на текущий момент записываем 1.22 ровно. Вот так примерно обстоят дела по канадской валюте. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Вопросов нет. Идем с вами дальше. Смотрим золото. Что по золоту? Значит, здесь мы должны чуть повыше поднять к сегодняшнему максимуму верхний уровень дончана. И, соответственно, чуть-чуть переместить наш с вами полтинчик. Завтра мы это проделаем с вами совершенно точно. Сейчас я это делаю на глаз. Значит, поскольку фильтр смотрит вниз, отдается предпочтение сделкам только на продажу. Поэтому здесь вторичный подход к этому верхнему уровню дончана, отскок от него на 4-часовом таймфрейме, не вот этот сигнал. Это только первый подход, поэтому это не счетово. Вот при повторном вторичном сигнале от него сигнал осциллятора в продажу. Затем на часовом фрейме, поскольку это консервативный такой вход, да, агрессивный, это, пожалуйста, на свой страх и риск. Так вот, после этого на часовом фрейме еще и консолидация обязательно. Если все срастается, отложенный приказ сел-стоп, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. И попытка сварить полпорции черепахового супа с целью на нижнем уровне дончана, на текущий момент это будет значение, 1181 доллар и 92 цента за одну тройскую унцию. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Есть вопрос, давайте. Ваш вопрос. Желательно, чтобы вопрос был по делу. А трудящийся просит показать агрессивную торговую систему, которая называется могучий аллигатор. Давайте вот сейчас, когда будет вопрос, я на него отвечу, посмотрим еще и крокодила. Что нам будет говорить крокодил? Чем вызвано укрепление канадца? Это все данные были в пятницу. Non-farm payrolls. А вообще канадец это очень нефтезависимая валюта, но большого укрепления канадца, давайте посмотрим. Просто доллар сдавал свои позиции. Доллар сдает свои позиции. На non-farm это произошло, соответственно, вот он, канадец, укрепляется. Поэтому здесь не столько укрепление канадца было, сколько было как раз удешевление американской валюты. Поэтому здесь нельзя говорить об укреплении канадца, а скорее, еще раз повторюсь, это вот слабость американского доллара. Плюс, как я уже неоднократно говорил, канадец, ужасно нефтезависимая валюта. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, теперь смотрим дальше. Крокодил, которого просили показать, значит, здесь пасть открытый вверх, естественно, ни о какой торговле не может быть и речи, да, поскольку пасть открытый вверх не торгуем. Британский фунт, то же самое, ситуация пасть открытый вверх, никакой торговли. А вот по австралийцу, посмотрите, здесь ситуация потихонечку складывается. Но вам нужно подождать более оптимальных значений, поскольку сейчас межфрактальное пространство, вот оно практически на грани допустимого, 40 пипсов, да. Нам же нужно подождать, когда это будет составлять, то есть нужна еще одна опорная точка вниз, либо опорная точка вверх ниже, чем вот этот максимум. Тогда можно будет говорить о том, что здесь можно будет пытаться искать какие-то точки входа. Японская валюта. Цена находится в пасте аллигатора, ни о какой торговле не может быть и речи. Ждем, когда хищник проголодается, закроет свою пасть и глаза его еще и ословеют. Идем дальше. Доллар к швейцарскому франку. Пасть открыта вниз, никакой торговли. То есть понятно, что начинать торговать нельзя. Доллар к анацу. Смотрим, что было здесь. То же самое, пасть открыта вниз, торговать нельзя. Вот здесь пишут, разберитесь, с расписанием получилось подключиться уже в самом конце. Дело в том, что трансляция пошла нормально. Она была вовремя, как заявлено в расписании, ровно в 16 часов. В 16 часов по расписанию стояло начало этого занятия. Ровно в 16 часов мы это занятие начали. То есть теперь вечерние занятия начинаются не в 17.30, как это было раньше, а сейчас они начинаются в 16.00. Насчет возможностей я не знаю. Возможности это другой вопрос. Я вам говорю о том, что я начал занятие вовремя. Вот видите, пишут, что все было окей. Те, кто попытались вовремя войти, у них все вовремя получилось. Пожалуйста. То есть все было окей. Ну что ж, я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Фунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными и осторожными. Берегите себя. Удачи всем. Субтитры сделал DimaTorzok